Друзья, здравия! С вами Шевченко Александр и это Академия Счастья, наше очередное видео. Поговорим сегодня о жизни. Зачем она вообще нужна каждому из нас? Мы говорили о предназначении, о судьбе, о карме, о прошлых жизнях. Но вот то, что мы наблюдаем вокруг, мы называем жизнью, наше существование, когда мы видим, что происходит, и чувствуем, говорим, что это реальность, и чувствуем, что происходит в реальности. Зачастую мы чувствуем тонкий мир, то, что заходится за пределами реальности, скажем так. То, что невидимо человеческому глазу, слуху, обонянию, но то, что мы можем почувствовать, как феномены, когда мы чувствуем, что что-то произойдет, как интуиция, когда мы общаемся с духами, с душами, с сущностями, ченнилинг, как передача. Все это жизнь, все это включено в жизнь. Но нам пытаются сказать, что жизнь это нечто иное. Из телевизора нам говорят о политике, о каких-то региональных конфликтах, о правительстве. Но это ли жизнь? Каждый из нас, наверное, живет для чего-то. Многие об этом не задумываются. Думают, вот нам дали тело, у нас есть родители, какие-то друзья, родственники. Но зачем мы живем? Многие раздаются этим вопросом. Вот посмотрите на свою жизнь и узнайте, когда у вас было вот такое состояние, что вы хотели, ну, скажем, задумывались на том, для чего вы живете, то есть, что будет дальше, из чего все началось. Задавали, может быть, эти вопросы родителям, друзьям, знакомым. Детям зачастую не объясняют всего этого. От них даже утаивают, откуда они берутся, они потом это как-то узнают от друзей, через интернет. Но что важно? Важна честность. Получается, что жизнь, она состоит из нескольких вещей. То, что находится внутри нас, внутренний мир и внешний мир, то, что мы называем реальностью. Внутренний мир мы исследуем, смотря внутрь. Интроверсия. Когда мы смотрим внутрь, мы видим, какие там происходят измерения мысли, какие-то суждения, чувства, эмоции. То есть, мы все это понимаем. Но мы смотрим вовне и видим отражение себя. И зачастую думаем, что это нет, это нечто другое, это не отражение. Это все зависит от других людей, от Бога, от чего-то еще. Мы начинаем сомневаться, критиковать. Но на самом деле получается, что это и есть наше зеркало. То есть, я имею в виду внешний мир. То есть, внутренний мир соединяются, и мы получаем целостность. То есть, целостное существо, которое берет ответственность за свою жизнь. Когда вы знаете, кто вы, то есть, духовность свою, осознанность, что вы духовное осознанное существо, и можете выбирать любой персонаж, любую игру по своему собственному желанию, начинаются чудеса. Вы начинаете понимать, что эта жизнь, она совершенно другая, что она основана на этой духовности, что вы можете это воплощать в реальность, воплощать в реальность свои намерения, те, которые у вас есть. И вы можете жить не просто так, крылая по течению, или даже не задумываясь, куда вы идете, а осознанно, реально, зная, куда вы идете. То есть, что такое знание? Просто сделайте практику, посмотрите, какова ваша жизнь, и задайте себе вопрос, для чего она вам? Вы, возможно, получите сначала такие поверхностные ответы, чтобы, не знаю, любить, чтобы пророжать детей, чтобы заниматься любимым делом, получать какой-то статус, повышение на рабочем месте, как говорят, построить дом, вырастить дерево, родить детей, позаботиться о ближних. Много-много-много придет вещей. Но в какой-то момент вы почувствуете такой переход, как бы квантовый скачок, когда ответы обычной ума закончатся, и вы почувствуете настоящее понимание жизни. Вы поймете, что в этой самой жизни нет смысла, что вы наполняете ее смыслом. Вы можете наполнить ее смыслом, рожая детей, строя бизнес, или получая радость от творчества. Самое главное, чтобы вы знали, что вы наполняете ее смыслом. И вы можете наполнить ее любым смыслом, каким вы только захотите. Не кто-то другой, а именно вы. И каким смыслом вы ее наполните, какими красками раскрасите, это как раз и есть ваше. То есть вы строитель, художник своей жизни, архитектор и вот когда вы осознаете что вы архитектор что вы можете строить свою жизнь начинается этот процесс процесс построения жизни кстати если вы не читали мою книгу которая называется мир и вечного сознания обязательно почитайте ссылка будет в описании там я рассказал как люди строят целые вселенные путешествуют по этим вселенным еще один важный момент когда вы поняли себя давай осознали для чего вы живете очень важным является делать это то есть начинать жизнь раскрашивать теми красками какими вы хотите если вы хотите раскрасть ее фиолетовым желтым голубым красным каким вы хотите и вы почувствуете эту наполненность и целостность а если что-то мешает вам есть какие-то негативные мысли появляются черные краски в жизни или как говорит черно-белая жизнь то позвоните мне напишите я проведу вам бесплатную консультацию и мы выясним почему это вмешивается вашу жизнь откуда все это берется почему жизнь наполняется чем-то негативным мы не только разберемся но и уберем эти вещи уберем то что идет из вашего подсознания и вносит негатив в вашу жизнь и мы сможем построить лучшее состояние наполненная радостью счастью и гармонией вот такая практика на сегодня друзья кстати когда сделаете ее обязательно напишите ее в личные сообщения ко мне контакты будут указаны в описании к видео и конечно же можете написать комментарий к этому видео если она вам понравилась обязательно поставьте отметку нравится палец вверх колокольчик для напоминаний и подпишитесь на мой канал если вы еще этого не сделали и конечно же каждый день будут выходить новые видео поэтому мы увидимся совсем скоро то есть завтра в следующем видео а пока посмотрите видео которые сейчас у вас будут на экране смотрите их всего доброго